Это парковка на улице Гагарина, на 300 машиномест, на половину пуста авто. Владельцы предпочитают оставлять машины у обочины, занимая проезжую часть и мешая движению другого транспорта. После такой парковки авто нередко приходится искать на другой стоянке, штрафной. Оплатив при этом услуги эвакуатора, это порядка 5000 рублей. Глава города уверен, только совместными усилиями дорожной полиции и власти можно научить сочинцев соблюдать правила дорожного движения, а курорт избавить от автомобильных пробок. Если не заниматься эвакуацией, если не принуждать людей к выполнению правил дорожного движения, мы получим тот же самый коллапс. Мы уже с вами в этом убеждались. Четко понятно, что поставил-увез, поставил-увез. Таким образом, мы все-таки понудим к выполнению правил дорожного движения. Понудим к чему? Понудим к тому, что будут ставить на парковки. Парковку на Платановой аллее в народе прозвали «Спутник» по имени кинотеатра, который когда-то был на этом месте. Стоянка в центре города пользуется спросом. Клиентам удобно оставлять машину на целый день недалеко от работы. Тариф выгодный. Час здесь стоит 100 рублей, 12 часов 200, а сутки обойдутся в 400. Многие из гаража наценили услугу и считают, что это недорого. А для участников боевых действий, чернобыльцев, инвалидов и пенсионерам стоянка и вовсе бесплатна. У нас 230 мест. Заполняемость в будние дни. Практически в будние дни у нас мест нет. Где-то с 11 утра до 5 вечера. Всегда полная парковка. А если мест не хватает, то у нас есть постоянные клиенты, которые нам доверяют, оставляя ключи. И мы их уже сами паркуем. Дело планируют расширять. Сейчас на стоянке ведут исследовательские работы. Проверяют, на какой глубине находятся грунтовые воды. Если показатели будут допустимы для строительства, то вскоре на этом месте появится многоуровневая парковка. Причем два этажа будут уходить вниз, а два – вверх. И на самом верхнем этаже, возможно, появится кинотеатр. Назвать его планируют «Спутник».